Йо-йо-йо, здорово, народ! С вами Диман Массел, Разоблачитель, и я хочу снять коротенькое видео, по которому каждый из вас сможет не нарваться на одного брехуна, который на авито взломал уже сотни аккаунтов и продал сотни демок, нерабочих демок, под видом оригинала с гарантией. Вы посмотрите на эту раскладку. Во-первых, пишет S22. У него таких объявлений куча. И на ноуты 20 ультра, и на S22 ультра, и на S21 ультра особенно. Но суть всегда одна. Одинаковая раскладка, примерно вот такая. Пластик внутри коробки. В названии объявления был S22, а коробка от S22+, он даже не шарит. Надписи на задней крышке. Две строчки надписей и два знака SE, перечернутая мусорная корзина. Это сертификация для демки. Среди двух этих строчек есть серийный номер. Он написан вот здесь. Но нету EMEA. Дело в том, что в демках в принципе нет EMEA с завода. Его вшивают потом. Поэтому на задней крышке у демок EMEA и нету. Видите надписи на задней крышке без EMEA только серийным номером? Бегите лесом, это демка. Вот здесь еще должна быть надпись LiveDemonUnitNotForSale. Но он ее зафотошапливает, и никто ее не видит. Чек липовый. Чек липовый, да. Это 100%. Здесь, ну вот видно S, дробь N и пошел серийный номер. EMEA здесь нету. Это вот такая вот демка. Вы должны это усвоить один раз и навсегда. Потому что этот брехун взламывает аккаунты. Аккаунты постоянно разные. Аккаунты с хорошими отзывами. Аккаунты классные. Но дело в том, что он вонючий брехун. У меня уже было видео, где я снимал по нему обзор. И там вот такая же была раскладка на Note 20 Ultra, на S21 Ultra. Просто запомните, в оригинальных коробках должна быть сбоку четкая наклейка с EMEA. Четкая, без искажений. Не должно быть пластика внутри коробки. Эта форма должна быть из переработанного картона. И на задней крышке обязан быть EMEA. Потому что демка выглядит именно вот так. Я вам сейчас покажу просто, как выглядит демка, чтобы вы понимали еще раз. Samsung Galaxy S22 Ultra. И пишем DEMO. DEMO это телефоны, которые не поддерживают сеть по умолчанию. Их нужно прошивать. Вы посмотрите, вот она демка эталонная. И здесь тоже две строчки и два знака сертификации. И строчка LiveDemoUnit NotForSale. Плохое качество, хотите в лучшем, будет вам в лучшем. Пожалуйста, вот. Тоже, видите, две строчки, два знака таких сертификаций. LiveDemoUnit NotForSale. В общем, вы должны понимать, и что это вам брать не надо. Вот, видите, серийный номер EMEA нет, это демка всегда. Не попадитесь на уловки мошенников, пожалуйста. Потому что мне писал человек. Сейчас я вам покажу, что он мне писал. Так, так, так. Сейчас я вам найду. Секундочку. Что один пенсионер как раз на этого брехуна и попался. Вот он хотел купить. Нашел этого продавца. Хотел взять S21 Ultra. Почти новый телефон на гарантии с чеком в этом видео. Проверил, все работало. Только симку не вставлял. По сути, по пути домой пришла просьба оставить отзыв. Что он и сделал. Вставил симку и ку-ку. Пишет, невозможно позвонить, так как нет аккаунтов, которые поддерживают вызовы этого типа. Что только не делал. И сброс, и симки менял, и результатов ноль. Он связался с продавцом, обещал вернуть деньги, но под разными предлогами оттягивал время. Пришел второй месяц, никаких свигов. Ну, разумеется, два месяца оттягивает. Чего было в это верить два месяца? Как можно быть таким тупым и наивным? При встрече, когда покупал, просил, чтобы все было без обмана. Так как я пенсионер, 70 плюс лет, и копил на телефон 8 месяцев. Увы, нарвался на шулера, знать бы, у вас раньше все было бы по-другому. И это видео создано для того, чтобы у вас сразу все было по-другому. Не задним числом смотреть мои видосы, а сейчас максимально оставлять комментарии, ставить лайки, делать репосты, чтобы люди видели и знали про этого брехуна-мошенника, и вы не попались на этот обман. Потому что он кинул уже сотни людей. А пока что, напоследок, минутка рекламного спонсорства. Есть у меня Note 10 Plus с родной коробочкой, оригинальный. У него какая проблема? Все работает, экран хороший, без выгораний. Но вы уже видите надпись «Безопасный режим» внизу, да? Вот, выгораний нет, хороший экран, полностью тач работает, симки работают, все замечательно, камера и так далее, все есть. Все три модуля, стилус оригинальный, все тут с ним хорошо. Но у него не работает. Кстати, мутновато как-то фронталку, надо ее протереть. Мутновато, по-моему, фронталочка. Я думаю, что телефон вскрывался. Вот, проверку на герметичность он не прошел. И у него проблема еще в чем? У него кнопка громкости вверх работает четко, но если я хочу убавить звук, кнопка громкости не работает. Она как будто бы залипла. И из-за этого включается «Безопасный режим». Потому что когда вы включаете телефон с зажатой кнопкой громкости вниз, включается «Безопасный режим». Соответственно, я не могу выключить «Безопасный режим». Он никак не мешает, он полностью работает, но нужно телефон разобрать, прочистить кнопку включения, чтобы она заработала. Потому что сейчас звук регулируется так, вверх, а вниз, чтобы убавить, нужно вот так вот, соответственно, по экрану убавлять или увеличивать. Вот, ну кнопка блокировки, кнопка Bixby, это все есть, это работает. Так что отдам за 15 тысяч или дешевле, если не купят за 15. Так, телефон Rostest, вот все знаки сертификации тут есть. Рабочий, но вскрывавшийся, с хорошим экраном. Кому нужна плата на запчасти, кому нужен экран на запчасти, ну или просто пользоваться за 15 тысяч на OTM 10+, не битым, с целым экраном, то как бы вариант неплохой.